Музыка Лучший из лучших. Уроженец Балхаша Жандос Куанышбеков стал чемпионом мира по джиу-джитсу. По просьбам жителей на рейс маршрута 1Б добавят два автобуса. Для жителей поселка Акшагыл установят остановку внутри населенного пункта. С 9 декабря на маршрут 1Б дополнительно добавят два автобуса на утреннее время. Такое решение приняли по просьбе жителей. Люди, проживающие в микрорайоне Самал, жаловали, что утром из-за большого потока рабочих и школьников они не вмещаются в автобусы, вследствие чего опаздывают либо идут пешком. Теперь эта проблема решена. Завтрашнего дня пассажирам рейса 1Б будут предоставлены дополнительные общественные транспортные средства. Автобусы будут ездить только по будням в утреннее время. Мы решили добавить два дополнительных автобуса в утром. И именно подчеркиваю, что это будет только по будням. Только по будням это будет для тоже удобства жителей, которые пользуются это. Значит, на конечной остановке отъезжать будет автобус дополнительно еще в 6.48 утра и в 7.30 утра. Значит, дальше будет следовать так же по маршруту, как маршрут 1Б. Также для удобства жителей поселка Акшагыл остановочный павильон теперь установлен внутри самого населенного пункта. Ранее автобус маршрута 3А делал остановки на проезжей части дороги, которая ведет на Белый Камень. Для пользователей общественного транспорта это являлось проблемой, так как он находился на большом расстоянии от домов. С завтрашнего дня жильцы будут ожидать автобус на новом месте. Хочу обратиться ко всем жителям, живущим, и кто пользуется маршрутом номер 3А, чтобы не путали, и с завтрашнего дня автобус будет восстанавливаться на новой остановке, чтобы никто не оставался на дороге. Больше 2,5 тысяч детей посетили филиал Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» в городе Балхаш с начала года. 165 недавно прибывших школьников – дети медицинских работников с города Нур-Султан, Карагандинской и Акмолинской областей. 60 детей медицинских работников города, проделавших огромный труд во время пандемии, проходят обучение и оздоровление в центре. Инициатором и организатором мероприятий является депутат Карагандинского областного маслехата, руководитель регионального общественного совета по развитию образования и науки, член бюро полицовета партии Нур-Султан Айман Тукпаева. Я организовала акцию по поддержке наших медицинских работников, начиная от санитарок, медсестер, заканчивая врачами, руководителями отделениями, заведующими отделениями и главными врачами всех медицинских организаций города Балхаша. Медицинские работники, они работают практически как герои. Их действительно можно назвать героями. Руководитель Балхашского регионального отдела управления здравоохранения Шулпан Калыкпекова, а также депутат городского маслехата и представитель союза предпринимателей Ахат Муслымов, лично посетили центр и ознакомились с его деятельностью изнутри. Дангель! Халфа муслых за нашу! Дангель! Жас у бахтан мулашаба! Профессия врача, уважаемые дети, дорогие дети, ваши родители выбрали очень трудную профессию, но самую благородную, самую важную, самую добрую профессию, потому что профессия медицинского работника – это профессия, которая связана с спасением человеческой жизни. Очень трудно работать сейчас в условиях пандемии, но наши медицинские работники, врачи, медсёстры, младшие медицинские персоналы на своих местах помогают каждый день, каждую секунду, каждую минуту оздоравливают людей, спасают жизни, сохраняют, укрепляют здоровье. Из двух с половиной тысяч ребятишек, прибывших в Балдорен с начала года, 1700 – учащихся из Карагандинской области. Около 400 приехали к нам из столицы страны и более 300 – Сакмолинской области. В течение 20 дней дети участвуют в различных развлекательных и оздоровительных мероприятиях, необходимых не только для оздоровления, но и для развития. В центре – пятиразовое питание. Я приехал из школы и гимназии номер 80 имени Сакина Сифулина города Нурсултан. Учусь в восьмом классе, мне 14 лет. Здесь очень интересно. Каждый день различные мероприятия. Я приехала из Риментауского района. Я приехала из средней школы имени Балабека Жахина. Вот уже четвёртый день. Здесь проводятся различные оздоровительные мероприятия. Всё очень нравится. Дети принимают активное участие. День проходит интересно. Мы очень довольны. Комплекс является четвёртым филиалом Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». Оздоровительные функции комплекса многогранны. Здесь есть несколько видов ванн для умывания, грязевой бассейн и кислородные коктейли. Здесь парафинное лечение и метод тепловой обработки. По назначению врача детям назначается лечебное мероприятие. Здесь мы готовим парафин. Далее идёт процесс термической обработки. Чаще всего применяется при пневмониях, гриппе и заболеваниях суставов. Карагандинский феросплавный завод YDT Corporation признан победителем премии президента Республики Казахстан Алт-Насапа. В Нурсултане прошла церемония награждения лауреатов в различных номинациях президентской премии Алт-Насапа. В ней приняли участие премьер-министр Республики Казахстан Оскар Мамин, председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана Атамикен Тимур Кулебаев и члена правительства Республики Казахстан. В номинации «Лучший индустриальный проект» победителем признан Карагандинский феросплавный завод YDT Corporation. Награду от имени президента Республики Казахстан вручили одному из учредителей ТО YDT Corporation – Ерлану Нигматулину. Хочу от имени всего коллектива, от имени акционеров сказать слова благодарности первому президенту Казахстана Ельбасы Нурстанапичу Назарбаеву, президенту Казахстана Касажумат Кемелевичу Токаеву за тот инвестиционный климат, который создан в нашей стране. Мы торгуем сегодня нашей продукцией на экспорт в 47 стран мира, на все 6 континентов, 100% экспортно-ориентированный продукт, производство высокотехнологичное. На заводе работает 640 человек, а на аналогичных заводах в мире порядка от 5 до 6 тысяч работает. ТО YDT Corporation успешно функционирует в Карагандинской области с июля 2019 года. При строительстве завода применялись новейшие мировые технологические разработки всего производственного цикла. За годы деятельности завод стал одним из самых передовых предприятий в своей отрасли, как по экономическим, так и по экологическим показателям. Например, из производственной пыли, которая улавливается новейшей системой очистки отходящих газов, получается микрокремнезиом, который используется при производстве высокомарочного цемента и бетона. Уроженец Балхаша Жандос Конышпеков стал чемпионом мира по джиу-джитсу. В ноябре в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялось грандиозное спортивное мероприятие. В чемпионате мира приняли участие полторы тысячи спортсменов из 62 стран мира. В весовой категории 84 килограмма наряду с Жандосом боролись 80 спортсменов. Наш земляк вышел на татами с пятью соперниками. В первом раунде он боролся с атлетами из Колумбии, затем с бразильскими борцами. А в финальном этапе Жандос Конышпеков одержал победу над соперником из Дагестана. В 2004 году в городе Балхаш моим тренером по вольной борьбе был Ермаганов. В 2005 году я поступил в Карагандинскую областную специализированную спортивную школу. Там мы готовились в отделе вольной борьбы. В основном этот вид спорта имеет коммерческое направление. Бразильский джиу-джитсу в настоящее время входит в список азиатских игр. Планируем участие в азиатских играх в 2022 году. Свой юбилей независимости Казахстан отпразднует 16 декабря. 30 лет назад наша страна впервые обрела свою самостоятельность. Благодаря политике президента мы добились немалого успеха в политической, экономической и социальных сферах. И сегодня корреспонденты орган-медиа решили узнать у горожан, как преобразился Балхаш и какие перемены произошли в городе за годы независимости. Вот пойдем по мощенным улицам, сколько центров детских открыли, площадь какую вот сейчас делают, а возле озера такая площадь тоже красивая. Там новый фонтан, реставрацию старого фонтана делали, что очень много сделано. Городом в лучшую, конечно, много новых объектов появилось. И кристы из того города, по крайней мере, набережная, вот на озере очень много. Благодаря дорогу, площадь, аэс, издекло. Лучший, конечно, был Балхаш, хороший. Будем надеяться, и дальше будет процветать наш город. В целом в лучшую, но я просто часто уезжала, и не могу конкретно сказать, но в целом в лучшую. Я, конечно, не жила в те времена, когда независимости еще не было, но мне кажется, что он улучшился намного. Потому что были построены новые дома, новые здания, и все стало намного лучше, чем было. Да, я с рождения живу, я знаю, все было сильно. Раньше было темно, как бы, все было лучше, в тот период. Танк перенесли, это, конечно, ближе. Танк перенесли, почему-то ближе кулаке, почему-то. Он должен был стоять вообще не там, возле развлекательного центра, как бы. Сами знаете, там, что есть, что творится. Там бы нежелательно. Благодаря устройству, сказал бы, ну, лучше бы дороги. Это самое худшее место, которое имеется в данный момент.